Официально вышла новая игра по Poppy Playtime, но с одним маленьким нюансом. Он теперь будет буквально бесконечным. Он так и называется. Poppy Playtime навсегда. И да, как вы уже поняли, он у нас будет в виде игры сервиса в Роблоксе. Они все не оставили свою идею о том, чтобы сделать бесконечную версию Poppy Playtime с кучей обновлений. И прямо сейчас мы посмотрим на эту игру и разберемся, что же она из себя представляет. Кстати говоря, студия-разработчик вроде как конкретно у этой игры, с конкретно вот этим Хаги-Вагисом, немножечко другая. То есть эту игру делала не Mob Games. Она помогала ее выпускать и, возможно, немножечко помогала с различными 3D-моделями, графикой и так далее. Саму же игру делали другие люди. И здесь даже есть первая глава с Кэтнепом. Обалдеть, здесь Кэтнеп реально нарисован. Или это все игроки, которые будут участвовать в этой игре. Видимо, это те игроки, которые будут в этой игре участвовать. Что ж, я не против с мистером Капибарой поучаствовать в первой главе. Так, я могу просто зайти туда? Также мне предлагают открыть магазин. Давайте мы его откроем. Ага, он пока не открывается. А как игру-то начать? Просто подождать? Ну что ж, с мистером Капибарычем мы начнем эту игру. И у него, к сожалению, нет перевода. И вот он, мистер Капибарыч. Он говорит, что, хей, тут закрыто, ну а мы можем, видимо, туда пройти. О, очки, как тут страшно. Да, это то самое место. Плейтайм. Супермагазин. Я не знаю, что это такое. Я не могу поверить, что мы правда смогли сюда попасть. Видимо, это какая-то отдельная локация, которая не имеет связи с основной локацией с Поппи Плейтайма. И здесь немножечко странная атмосфера, говорит. Кто-то свыше нам. И эта цена продолжается. Ты слышал эти истории, не так ли? О том, что произошло в этом месте. Давай просто возьмем фотажи и свалим отсюда, потому что это место выглядит очень-очень страшно. Видимо, это дрон как раз-таки пролетал. Если они добавили в эту игру дрон, то это, мягко говоря, заимствование у немножечко другой игры. Нет, это, видимо, мы были с камерой. И нам нужна какая-то синяя карта. И мы реально будем вдвоем играть? Обалдеть, неожиданно. И нам, чтобы пройти игру, нужно везде вдвоем проходить? Нет, это не круто. Я хотел в одиночестве здесь походить, чтобы было страшнее. И это какой-то искусственный интеллект новый. Я не помню вас, гости. По-моему, вы не были на туре, не так ли? Кажется, нам нужно отсюда свалить. Там вообще какие-то новые персонажи я уже вижу. Чего, блин? Давай свалим отсюда. А мы уже не свалим. Двери, судя по всему, закрыты. Уйти? Не-не-не-не-не. Подождите. Вы ж только пришли. Обачки. Что-то страшное произошло. Дверь, дверь закрылась. Но это было очевидно. Блин, эта игра как будто бы вот прям совсем детская по сравнению с последней главой Поппи Плейтайма. Мне казалось, что она будет немножечко посерьезнее. И мы будем как раз-таки убегать здесь от Хаги-Ваги. Ой, я могу уже бегать, прыгать. У меня голова опять почему-то прозрачная. Да почему у меня во всех играх головы прозрачные? Мистер Капибаренок, смотри, какая у меня башка. У меня башка внутри. Башки. Причем еще моргающая. И нам нужно просканировать карточку, найти какие-то батарейки. О, я опять там хожу. Вот он я. Дратути. Вот это вот что-то открыть надо. Окей, нет. Электричество сейчас будем искать. Мы можем пропустить кат-сцену. Ага. Ни хрена мы не пропустили. Ой, какой Хаги-Ваги милый валяется. Почему-то здесь иконка тревоги, как будто бы не стоило его трогать. Ааа, когда мы на него наступаем, нас начинает слышать Хаги-Ваги. И вот она батарейка. Смотри, я ее нашел, чувачок. Открываем. Все работает. Смотри, замечательно. О, граб-пак мы взяли. И он реально будет работать? Слушайте, он даже работает с багами какими-то немножечко. Но работает неплохо, нормально. Игра почему-то подвисает. И поехали. Смотри, работает. Правда, потом в игре один фпс. Но тот факт, что он работает, меня радует. Так, а как будет работать электричество? Ага, что-то не работает, как будто бы оно вообще... Ай, что такое? Он, видимо, подключил электричество без меня. И немножечко шарахнулся током. И это место реально огромное. Здесь большая локация. И возможно, что чтобы ее пройти, потребуется много времени. Я думал, здесь геймплей будет минут на пять. Но не факт. Так, не шуми, пожалуйста. Потому что здесь где-то ходят Хаги-Вагис. И здесь бегать бесконечно нельзя. Здесь выносливость не вечная. Меня это напрягает. Я там видел где-то новых персонажей. Вот что это за челики? А, нет, это не новые персонажи. Ты слышал крик? Да, я слышал. Тут так много каких-то бессмысленных диалогов. Они все погружение убивают. Вы видите вот эту вот чупакабру бегающую здесь? Это что-то ненормально. Он побежал за моим другом. Мы должны найти какие-то фьюз. Окей, давай поищем. Я на игрушку наступил. Он теперь меня услышит. Здравствуйте, мамочка Длинные Ноги. Вы где-нибудь что-нибудь видите здесь? Или мы должны эту штуку активировать? Что делать надо? Я глупый, я не понимаю. Не понимаю. Так, ладно, вон та штука еще подсвечена. Так, а ты что здесь делаешь? Он бегает, тоже ничего не может понять. Буш, какой страшный Хаги-Ваги. Такого я от Роблокса не ожидал. Поехали. А точнее, побежали отсюда как можно... Да твою мать, а... Он меня опять услышит. О, ты что-то нашел? Ты что-то нашел? Здесь что-то светится. Первый фьюз мы, кажется, нашли. Мы должны искать какие-то светящиеся объекты, судя по всему. А здесь нужна синяя карточка. Окей. Но я не вижу... А, вот они подсвечены. Они все подсвечены. То есть мы должны просто наверх забраться. Это странный робот какой-то. Не будем на него обращать внимание. Драдуйте Хаги-Вагисы. Вот еще один фьюз есть. А как его взять? А, их нужно прям подходить, брать вручную. Теперь идем сюда. Искатываемся! Вперед! Ну что-то я долго скатываюсь. Я в текстурах самой малой застрял. Роблокс, дамы и господа. Я не знаю, почему они решили следующую игру делать в Роблоксе. Ну, наверное, потому что Роблокс это очень популярная платформа. И в нее точно кто-то будет донатить. Везде эти игрушки раскиданы. Нам все время нужно... Иди, иди в сраку! Пожалуйста. Пожалуйста, джентльмен, можете, пожалуйста, меня не пугать каждые пять минут. Он далеко? Он недалеко. А я там вижу фьюзик еще один. Давай мы просто добежим до фьюза. Возьмем его. А также возьмем еще штук семь. Я надеюсь, что тот чувак мне поможет. Ну, давай, хватай. Ой, Хаги-Ваги прямо очень близко. Я, по-моему, один эти фьюзы собираю. Где он там бегает? Как туда? А, вот так вот. Все, нормально, забрался. Дальше мне нужно на второй этаж. На самом деле, мне эта локация очень сильно напоминает ФНАФ. Я помню, во ФНАФе прям один в один локация была, и Хаги-Вагис, видимо, не умеет ходить по лестницам. Это меня радует. О, он что-то собрал фьюзы одни. Я там еще одни вижу. А что ты вот эти-то не собрал? Они с другой стороны, что ли? Давай, давай, вперед, 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 вперед. А, он собрал все. Молодец, слушай, три есть. У меня тоже есть несколько, но нам осталось еще раз, два. И там еще снизу я один фьюз видел, правда, он куда-то пропал. Как будто бы нас здесь далеко не двое. Здесь еще есть офис менеджера, но для него нужна красная карточка, судя по всему. Давай, ты побежишь налево, я побегу направо, я побегу. Конечно, я побегу направо, здравствуйте. Вот он, еще один фьюз. Ну, вы серьезно? Ну, где он? Ну, вот тут он. О, я его возьму сквозь стену. Ну, давай, давай, хватай, хватай. Ты не можешь. Ааа, ты не можешь больше взять фьюзов, я должен их скинуть вниз для начала. Я уже три штуки взял. Ну, вот это, конечно, неприятная ситуация. Ладненько, чувачок, я побегу вниз, мне нужно... Что там прыгает такое? Вы там видели? Что-то прыгающее. У меня камера как будто бы сама еще немножко пролагала. Хагивай, что ли, был? Опачки. Только не говорите мне, что респавн платный. Я буду кричать, я буду бомбить, я буду недоволен. А, у меня есть одно бесплатное возрождение, а так да. Возрождение здесь платное, потому что игра бесплатная. Я без головы появился. Действительно, а зачем мне голова? Зато все мои фьюзы автоматически сдались в ту самую штуку. Ну, немного как-то странно, что Хагиваги тебя может поймать. А, вот они мои фьюзы, они тут и валяются. Хватаю, 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 хватаю. Да блин! Ну, отвали, 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 синяя! Чудовище! Что за невидимые стены? Ну, слушайте, эта игрушка мне нравится поменьше, чем оригинальные попи-плейтаймы. Давай, 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 давай. Бам! Все! 8 из 8, а он помер. Ну, давай, давай, валим отсюда! Валим, валим, валим. А, все, я теперь один здесь. У него, видимо, не осталось возрождения, он не смог эту игру пройти, к сожалению. Мы должны проверить генератор. Ну, какой в жопу генератор? Ты здесь видишь генератор какой-нибудь? Я нихрена не вижу, я там вижу только Хагивагиса. Соедини какие-то пины. Какие пины? Где соединить? Че вы от меня хотите? Стрелочка ведет на выход. Так я только сюда зашел. Разве нет? Ага, вот здесь, видимо, что-то будем соединять. Почему эта игра... Да... Ну, вот это уже несправедливо. То есть, чтобы пройти эту игру, я должен донатить из-за багов. Ну, типа, как я должен был догадаться? Окей, я сдоначу себе. Ну, давайте сразу на три возрождения. Ну, а че бы и нет. Ну, придется робуксы тратить, а вы мне ставьте лайки под этим роликом. С парой ноликов появляемся. Надеюсь, что теперь меня Хагиваги не будет ловить. И какие-то трубы мы уже соединили. Одну трубу. Где я вообще появился? Шо это такое? Где я, блин? Ладно. Окей, но я там ту дверь так и не открыл. Мне нужно обратно вернуться. Ну, и вот и где Хагиваги? Вы его видите? Его ж в темноте нихрена... Вот он, он там и стоит, он там и стоит, подон... Да он же сквозь стены ходит и прыгает спокойно через препятствие. Отстань, отстань, подонок, отстань, отстань. Я тебя умоляю, отстань. Ну, я шо тебя не убегу, я шо тебя... Как от него убежать, если выносливость ограничена? Боже, боже мой. Ну, как ту дверь открыть? В это... Реально нужно играть толпой минимум из пяти человек. По-другому это непроходимо. Ладно, я не зря купил сразу три возрождения, еще два у меня есть. Здесь нужно, чтобы один игрок гарантированно отвлекал постоянно Хагиваги, а второй игрок занимался всеми остальными действиями. В одиночку это пройти, видимо, невозможно. Игра заточена под кооп. И если мы соберем много лайков, я, возможно, попробую пройти ее в кооп, если у меня сейчас не получится, но я надеюсь, что у меня получится. Фьюзы все еще подсвечены, или что это такое? Вот что это такое? Мне это надо? Нет. Что это раскидано? Типа зачем? Зачем? Это синяя карта. Она же у меня уже есть. Зачем мне еще одна синяя карта? Где Хагиваги? Почему не поднимается наверх? А, вот он. Так, перепрыгиваю. Почему здесь невидимая стена? Что мне мешает перепрыгнуть? Ладно, его можно отвлечь игрушкой и спокойно бежать сбоку. Ой, хорошая идея была. Так, теперь я просто валю. Мне главное уйти из его поля видимости. И он меня не догонит. По идее. Так, игрушки, игрушки, игрушки. Везде игрушки. Подбегаю и активирую. Давай, 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 давай. Че она не работает? Эй, она не работает? Игра залагала, что ли, из-за того, что он меня поймал? Че происходит? Так, ладно, может мне вот эти штуки нужно подобрать? Да вроде нет. О, открылось. Неужели? Так, захожу сюда и ждем. Опачки. Фух. А Хагиваги здесь же бродит. Трубы повреждены. Да я в курсе, что трубы повреждены. А что делать-то надо? Ага, одна труба есть. Соедини трубы вместе. А как это здесь делать, если игра глючит? Мы должны теперь по всей локации бегать искать трубы? Или вот... А-а-а, здесь головоломка. Окей, надеюсь, Хагиваги сюда не придет. Ну а как? Как поворачивать? Ну, это выглядит как головоломка. Правда, я не понимаю, о чем мне делать. Трубы нужно соединить. Все выглядит так, как будто бы эти штуки можно поворачивать. Я типа жму на все кнопки и... Трубы не поворачиваются. Может быть, мне с этой штукой взаимодействовать нужно? О, здравствуй, бот. Вот эта штука подсвечена, как будто бы с ней нужно взаимодействовать. Но с ней взаимодействовать нельзя. Может, мне реально на локации нужно найти трубы? Написано не найти трубы, а соединить трубы вместе. Они как будто бы не вместе соединены. А-а-а, все-таки нужно искать трубы. Да вы издеваетесь? Это что-то какой-то уже вайп радужных друзей Гартанов Банбана. Собери, пойди, блин, 150 предметов. Во всей локации. Ладно, трубы собрать будет не так уж и тяжело. Хватаем еще вот эту трубу. Главное, чтобы Хаги-Ваги сейчас не прибежал. А чтобы он не прибежал, нам просто нужно смотреть под ноги и не наступать на игрушки. Вроде я максимально могу таскать всего три объекта. То есть я сейчас хватаю еще одну трубу. И Хаги-Ваги здесь нет. А, максимум две трубы. То есть мне нужно сделать дофига ходок, чтобы все трубы соединить. Реально, играть в это нужно минимально вдвоем. То есть если ты захочешь пройти, обязательно бери с собой хотя бы одного друга. Это как минимум. Так, еще две трубы. И осталось три трубы. То есть мне нужно сделать еще две ходки. И, ну, окей. Локация прикольная. Да, мне нравится. Прикольно, что можно побегать от Хаги... Ваген. Нет, это не прикольно. Этот придурок сюда обратно вернулся. Было прикольно, когда он все-таки не возвращался. Так, две трубы мне нужно схватить и просто их отнести. Так, хватаю. Ну, хватаю. Ну, хватаю. Хватаю. Игра еще. Глюч. Нет, я только сохранение... Блин. Так, отстань. Отстань. Только, блин. Возрождение Ги. Сохранение покупал. Э. Я не понимаю, как от него убегать. В дверь нужно зайти, наверное. Да? В дверь нужно зайти. Он сюда не зайдет. Он сюда не зайдет. Так, там если что, можно промансовать. Он сквозь дверь, блин, прошел. Вы видели? Вы видели нахрен? Он просто прошел сквозь дверь. Ему плевать. Ему на все плевать. Он проходит сквозь дверь. Все. Мне... Ран, блин. Отстань, отстань. По кругу. Мансуй. Он прошел сквозь ту штуку. Игра с багами, которые меня бесят. Я ничего не могу с этим поделать. И причем я сейчас появлюсь, и он будет в зоне с трубами. И мне придется опять Возрождение покупать. Серьезно? Я на Ютубе, блин, лучше посмотрю прохождение этой игры. Почему я должен тратить деньги на то, чтобы пройти, блин, игру? А если я не захочу тратить деньги, мне придется все объекты собирать заново. Так, сюда беги, ублюдок ты синий. Волосатый, блин, мохнатый, зубатый. О, он побежал. Давай сюда, сюда, сюда. Ммм, какая игрушка прикольная. Как было бы классно, если бы ты сюда прибежал. И мне сейчас придется в обход бежать через всю локацию к этим самым трубецким. Ну, давай, давай, давай. О, бы побежал. Ну, блин, а как выносливость бесконечную получить? Наверное, тоже за робуксы. Не, реально, если здесь можно за робуксы купить бесконечную выносливость, я бы ее купил. Потому что эта штука полезная. Мне нужно последнюю трубу взять. Хрен ли я ее тогда не взял. О, все, последняя труба есть. И что за объекты постоянно валяются? Я случайно наступил на игрушку. Мне кранты. А куда дальше-то бежать? По трубам забраться, что ли? Да нет. Че, че, зачем вот это вот все было? Хаги-ваги уже здесь, вон он стоит, кстати говоря. А, вот теперь я должен эти штуки крутить. Так, кручу, верчу. Игру пройти хочу, если ее я не пройду, на ютуб я пойду. Давай, давай. Опа, все, готово. А еще один, где? А, вот здесь, все, вот. Прямо моей рожи покрутил. Работает! Для чего этот лазер? Какой нахрен лазер? А, вот этот вот лазер. А-а-а, вот для чего эти штуки по всей локации раскиданы. Хаги-ваги куда-то ушел. Это хорошо, наверное. Куда он пошел, я не знаю. Так, на игрушки я не наступаю. И мне нужно смотреть, куда лазер направляется. Ага, это не работает. Это, да блиииииин! Реши загадку с лазером, пока тебя ловит сраное синее чудовище. Давай сюда, потом в обход. Как мне, блин, решить загадку с лазером? Какой-то семисть страшно. Где он? Ну, если он начинает меня ловить, все, мне габела. Он сквозь предметы проходит, сквозь все, ему на все плевать. Было бы прикольно сделать так, чтобы он залагал хоть где-то, хоть как-то. Но он просто проходит сквозь предметы. А у меня последнее возрождение, кстати говоря. И у меня нет сил, чтобы убежать от него. На второй этаж! Нужно просто подняться на второй этаж. Он на второй этаж поднимается плохо и медленно. Так, аккуратно, аккуратно поднимаюсь и обхожу эту систему. Где он? Да, видите, он на второй этаж прям очень хреново поднимается. Так, эту я карту поднимаю и спускаюсь вниз. И теперь у меня есть буквально полсекундочки, чтобы решить эту головоломку. Ага, ага. Куда? Куда? Что происходит? Опачки, зеленый. Бегу дальше. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Главное не наступать на игрушки. Я могу издалека нажимать? Издалека не могу нажимать. Мне нужно просто 2-3 раза прокликать еще с этими багами? Ну давай. Че не работает-то? О, заработало. Так, дальше бегу. Заметь. Да, какие нахрен коробки? Уберитесь отсюда, тупые коробки! Тупые коробки мешают мне жить! Устал я страдать! Нужно на кнопки нажимать! О, нажал. Где последнее? Вот здесь. Это последнее, это последнее. Я очень надеюсь, что игра скоро кончится. Потому что я не понимаю, где хаги-хаги... Угу. Мне, наверное, наушники надеть стоит. Но у меня громкость на максимум. Я его не слышу. А если я поставлю игру на паузу, он в этот самый момент придет. Игрушки, идите в сраку. Угу. Я вижу последний лазер. Его же здесь нет? Его здесь нет. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сколько? О, вот так вот. Куда? Куда лазер теперь? Да сколько можно? А, вот сюда. Ах ты, киси-миси. Все, работает. Дверь открылась там без карточки. Закрой. Закрой эту дверь. Что, 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 что? Нужно быстро придумать, что делать. А, вот сюда пройти. Вот сюда пройти. Возьми красную карту. Какую нахрен? А, вот эту вот красную карту. А, я знаю, куда мне с ней идти. Нужно подняться теперь наверх в офис-менеджера. Все-таки пока передышкой надену наушники. Я слышу хаги-ваги. Я теперь его слышу. Правда, он как будто бы рядом со мной. Хотя вы этого не услышите, но у меня просто очень чуткие, так сказать, наушники. И он очень рядом по звуку. Прям как будто бы он за моей спиной. И, видимо, это сделано специально для испуга. Эй. Или это я свои шаги слышу? А, это сердцебиение, кажется. Ёшкин кот. Вот оно что. Ладно, карточка у меня есть, и я... Идите в сраку. Ага, карточка у меня есть, и я с ней прохожу. Главное, чтобы здесь нигде не было сейчас хаги-вагиса. Иду в офис-менеджера. Все, спокойно. Я его не слышу. Не вижу. Все нормально. Музыка такая, оказывается, здесь напряженная. Я ее плохо слышал. Че не открывается? У меня же есть красная карточка. Что, простите? Игра сломалась на последних, блин, минутах. Я так думаю, что это последние минуты. И она меня просто выкинула в магазин. Я потратил дополнительные шансы, я робуксы потратил, чтобы пройти игру. И она просто такая, а чё, чё у тебя с интернетом проблемы? Да нет, у меня с интернетом проблемы. Она такая, а ну может задонатишь ещё, и ещё раз всё это перепройдёшь. Слушайте, игра определённо нуждается в допиле. Может мне так не повезло, потому что я играю буквально через 2 минуты после того, как игру выпустили, и все баги скоро пофиксят. Но ёшкин кот, какой нахрен Килли Вилли за 800 робуксов? Зачем мне вот это вот всё? Какой нахрен золотой Хагиваги за 5000 монет? Я даже не смог получить эти 5000 монет. Граб паки за 400 робуксов. Какие-то экспеншены за 300 робуксов. И в полтора раза больше кредитов за 1400 робуксов. Эта штука стоит дороже, чем вся третья глава Поппи Плейтайма. Это безумие. Также здесь есть сизон пасс. А как без него? О, за него, кстати говоря, дополнительное здоровье дают. Скины здесь есть дополнительные, и они у нас тоже за монеты. Но это, кстати говоря, прикольно. Почему бы и нет? Вот эти мне нравятся, и на них даже можно будет, наверное, накопить. И можно как раз-таки купить любую валюту себе, если вы любите шмотки закупать. Также возрождение, которое я, блин, купил и не смог ими воспользоваться. О, Хагиваги, здравствуйте. И именно из-за тебя я здесь и помер. А что здесь ещё интересного есть? У меня граб пака нет, чтобы сюда пройти. Эта штука пока закрыта почему-то. Здесь ничего интересного нет, зато я здесь вижу Кэтнепа, я могу с ним взаимодействовать. А, хочешь купить Кэтнепа? Это то, что мы можем купить в самом Роблоксе. Окей. Скорее я хочу, чтобы ты была одна. А, это не игрок, что ли? Или что это вообще значит? Как я знаю свою карту? Как будто это боты какие-то бегают, это ненормально. Что ж, придётся мне досматривать концовку этой игры, видимо, на Ютубе, потому что она у меня не работает. И вот как на самом деле игра должна была выглядеть. Я на самом деле сейчас попробовал её ещё раз перезапустить, и меня просто не пускает на сервер по какой-то причине. Я захожу, и меня либо сразу выкидывает, либо после первой мини-игры меня выкидывает. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, починят завтра, или послезавтра, или ещё когда-нибудь. Вот у других ютуберов всё работает нормально, мне не везёт. И здесь ещё одна головоломка сразу после этого идёт с пазлами. Блин, головоломки здесь такие, на самом деле, очень простенькие. Игра достаточно атмосферная, но стоит её как будто бы допилить, чтобы фпс были более стабильные, чтобы пазлы работали нормально, чтобы хаги-ваги сквозь стены или сквозь какие-то объекты не проходил. И тогда, возможно, игра будет даже прикольная. И, видимо, дальше нужно будет, да, собрать ещё три куска пазла, принести их и поставить в правильное место. В принципе, здесь все головоломки строятся на том, что ты находишь объекты и вставляешь их. Всё. Ну, максимально как-то скучно. Ну, не знаю, возможно, дальше будет интереснее, потому что это всё-таки роблоксы. Вроде как здесь даже добавят или уже добавили возможность самому создавать уровни полноценные. Это прикольно, я вроде это в трейлере, либо на скриншотах видел. И чел не может найти эти пазлы! Они у него... А, нет, они подсвечены вроде. Вон, очень далеко пазл у него подсвечен. И он не понимает, где они. Ага, и этот код у него не работает. То есть даже ютубер... Это, кстати говоря, ютубер, которому дали игру предварительно. То есть он её выпустил ещё до того, как она официально вышла. Они не объяснили ему, как её пройти. К счастью, он нашёл все три пазла, бегая по локации. Они, оказывается, просто были разбросаны. Реально, вся игра строится на том, что вы бегаете по локации. Сначала собираете какие-то фьюзы, потом собираете трубы, потом собираете пазлы. Если после этого не будет какого-то эпичного побега или типа того, то это такое себе. Но, на самом деле, это типично для Roblox игр по типу «Радужных друзей». В Roblox многим это, возможно, даже понравится. Но я просто думал, что после третьей главы они выпустят прям что-то супер-мега-крутое. И теперь нужно найти код. Ну, код, на самом деле, там на пазле изображён. Вот это прикольная головоломка, вот это мне нравится. Не то, чтобы это было сложно, это тоже одна клеточная головоломочка такая. Но это хотя бы что-то новое. Ему не пришлось бегать, собирать код по всей локации, как в каком-нибудь Roblox Doors. И он нашёл теперь чёрную карту. Да, это типичный хоррор. В Roblox замените локации на любые другие. И будет любой другой хоррор. Какая-нибудь Грэнни по той же системе сделана. Радужные друзья, которых я упомянул уже несколько раз. Единственное отличие, это то, что здесь реально крутой графон. Интересный геймплей. Ну и персонаж Поппи Плейтайм официально. И катсцена. То есть я реально вылетел прямо перед концовкой. Ха, я могу поверить в этом. Мы в ловушке. Кто мы, не знаю. Там ютубер в одиночестве это проходит. Система безопасности. Хаги-лаги. И да, я угадал. В конце будет побег. И это выглядит эпично. Ему даже, кажется, дали бесконечную выносливость. Или нет. Он как будто бы немножечко тупит. Если вот это вот коротенький побег это всё, то это шутка какая-то. Это реально всё? Побег длиной в 10 секунд? А, нет, там дальше есть. Фух. Я думал, это реально типа всё, весь побег. У них просто обычно побеги это двухминутные, постановочные, интересные. А, сцены, что это? Реально всё? Нет. Дальше побег продолжается. Вот эта локация с мониторами прям крутая. Мне нравится. Почему они в ней не сделали какое-нибудь задание? Почему не было ни одной головоломки с руками и электричеством? Это же база, так сказать. Это даже не база, это генштаб. О, вот, включи монитора. Музыку, если что, не я выключил. Она сама выключилась. Да, она сама у него выключилась. Это либо баг, либо он её выключил. Я не знаю, возможно, это какой-нибудь баг. Мы какую-нибудь музычку включим, чтобы было подинамичнее. О, вот, о чём я говорил. Да, только я об этом вспомнил. Но я, возможно, и вспомнил из-за того, что видел эти объекты. И... Ха-ха-ха. Он такой, мгм, понимаю, да. Интересно. Багов много. Они как будто бы свои лайв-сервис, вот эти всякие игросервисные проекты не тестируют. Помните, какой была на старте Project Playtime? Вроде как сейчас её починили, но после абсолютно отвратительного старта у меня не было никакого желания в неё возвращаться. И оказывается, здесь был подвох в том, что нужно убрать стекляшки. Я бы до этого, наверное, не додумался и полчаса там мучился и думал, что разрабы с ума сошли. Но окей, это тоже интересная механика. Предположим, что она имеет полное право на существование. Теперь всё работает, видите? Всё нормально. Включил он монитор, и на мониторах, видимо, будет спойлер второй главы уже непосредственно в Роблоксе. Да? Ой, обратно звуки вернулись. Теперь минута. Нужно нажимать на монитор и выключать их, да? А, да, просто нужно вырубать мониторы. Чё-то мне это опять же напоминает, не будем говорить что. Просто нужно минуту щёлкать по мониторам. Серьёзно? И там не будет ни хаги-ваги, никого. Ну давайте пролистаем. Мне просто не нужно как бы минуту сейчас мучиться смотреть всё это дело. Посмотрим только прям финал-финал. Мне интересно, какой будет здесь концовка, потому что до конца этого ролика осталось 20-10 секунд. Здесь не будет концовки? Или что? Или концовка будет в том, что он просто выйдет? О, это тот самый искусственный интеллект. Вот он он. Он до него добрался, а концовка... А, и всё. Стоп, что? Он вырезал её, что ли? Давайте у другого ютубера посмотрим. Так, я посмотрел у другого ютубера. Он пришёл к этому чуваку. Они здесь вдвоём проходили игру. Иииииииии... Никакой сцены, никакого сюжета, ничего вообще. Здесь они показывают как раз таки локации, которые, видимо, делали игроки. Или то, как можно создавать локации. В общем, здесь вот такие вот необычные комнаты. Я не знаю, где их найти на самом деле в самой игре. Возможно, я просто мало искал. И через эти комнаты можно заходить на фанатские уровни. Которые вы скоро сможете, видимо, делать самостоятельно Возможно, кто-нибудь из фанатов сделает свою вторую главу Было бы прикольно увидеть побольше персонажей Типа, я не понял, почему там нет Кэтнэпа Либо он будет как раз-таки в фанатских уровнях В общем, очень много у меня вопросов к этой штуке Пока что непонятно, будет ли она успешна или нет Она, по крайней мере, работает В сравнении с тем же Project Playtime'ом, который вообще не работал Ее вроде как можно пройти Правда, у меня не получается Но я думаю, завтра они все починят Вы пишите свое мнение об этой игре в комменты Обязательно ставьте лайки Обязательно на канал подписывайтесь И не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo Увидимся